Строительство 4-го моста идет полным ходом, по крайней мере сегодня работа кипела. Главную дорожную стройку инспектировал губернатор Крайлев-Кузнецов. После проверки глава региона провел большое дорожное совещание с участием министров и подрядчиков. Как губернатор оценивает итоги дорожного ремонта и что предлагает изменить? Расскажет Оксана Прудникова. В нее заливается бетон, и вот таких штук здесь вот на 9-й опоре будет 60. Утро на месте строительства 4-го моста выдалось шумным. Техника в работе, дорожники, министры и все ответственные лица тоже уже на чеку. Все словно в ожидании. Сегодня с проверкой приезжает главный ревизор, губернатор. На 13-й уже физически ведутся работы. Мы сейчас находимся на 9-й. Сейчас рабочие трудятся над строительством опор. Их здесь будет 15, пока в работе 13. А в декабре должны перейти уже на следующий этап – монтаж пролетных строений. Металл для этого привезут из Назарова. Говорят, пока строительство моста идет даже с опережением графика. Хотелось бы вообще за год его построить, кажется, да? Но все-таки мы видим, что практика и мостостроения, и в Новосибирске, и на Дальнем Востоке показывает, что все-таки пока люди не научились их строить за год. Это требует несколько лет. Поэтому 2015 год – это и есть тот срок, при том очень сжатый. Мы знаем, 40 месяцев всего подрядчика изначально было обозначено. Завершить строительство моста должны к сентябрю 2015 года. И если пока эти работы вопросов не вызывают, то вот о прошедшем ремонте красноярских дорог можно говорить часами, чем чиновники и занялись сразу после проверки строительства моста. Технологии сегодня, организация работ позволяет даже при том финансировании, я хочу сказать, у нас сумма в этом году там 10 миллиардов рублей с вами, в следующем году уже более 12 миллиардов рублей, эту задачу решать. Я понимаю, что еще у нас много есть проблем, не на все хватает денег. Говорили и о том, что необходимо менять систему отношений с подрядчиками, ужесточать. Например, одно из предложений оплачивать работу дорожников спустя 8-10 месяцев после ремонта, чтобы можно было по существу проверить, что и как было сделано. Кроме этого, шла речь и о том, чтобы создать отдельное подразделение, которое будет контролировать дорожный ремонт. Планов и разговоров много, теперь главное дождаться их реализации. Оксана Прудникова, Константин Шубкин, Новости ТВК. Субтитры создавал DimaTorzok